всем привет друзья с вами александр манек и сегодня я хотел попробовать поделиться с вами таким новым форматом видеоролика если вам понравится обязательно поставьте лайк напишите в комментариях снимать не снимать может что-либо добавить видеоролики я хотел бы назвать один день и жизни антикварной лавки что у меня здесь происходит что люди приносят что почем я продаю давайте попробуем ребят сейчас буду упаковывать лот выигранный у меня на виолете это подшивка журнала огонек за 53 год сразу после смерти сталина значит здесь 24 номера и характерно памятна это тем что в 18 номере на развороте есть вот такая вот вкладка отдельная там где сталин на руках держит девочку вот такая вот история эта подшивка ушла до 365 гривен ну грубо говоря по 15 гривен за номер журнала вот так что счастливый обладатель сегодня получит свой трек приходится видите и таким заниматься вот такую красоту на воде только что сделал небольшие покупочки значит принесла женщина вот такой вот клейсерочек с мелочишкой советской здесь немножечко белонов серебряных вот таких вот копеечек как царских серебряных монет так и советских уже копеек какая-то чешуя ночью я дельфинчик какой-то еще сюда не разбирался вот какие-то два набора советских сверл для дерева несколько кто-то пишет уже несколько значков из них вот один попался на тяжелом металле кубинский то ли я не знаю вот буду разбираться без цены без ничего весь тяжелый классная запайка написано solidaridad passaremos и кулак стоит и звезда вот такой вот значок еще не знаю сколько он стоит может мельем вот такие вот дешевенькие подстаканчики под которые чаще вот такую ерундовину прикупил это просто чтобы человек не ходил по другим людям а все сдавал мне но это не самое главное самое главное что женщина все это принесла вот в такой вот коробочки на которой написано харьков подарок и нарисован у нерма харьков рядом с которым я живу все детство здесь провел здесь видны старые машины как они ездят по проспекту московску здесь цветы видны которые давно уже нет я вообще даже в детстве не помню то есть здесь не было никакого клуба при моей памяти огромная очередь стоит возле у нерма харькова в общем если честно из всех этих покупочек то в чем она это все принесла меня больше всего радует друзья сегодня купил вот такую вот тарелочку фарфоровую памятник шевченко в харькове будянского завода тарелочка в идеале сейчас буду фотографировать также сегодня принесли двух вот таких вот подружек вот такие вот две девочки дочка занимается фигурным катанием у нас уже дома есть коллекции это я на аукцион не выставляю потому что такая статуэтка даже если она хорошем состоянии 250 гривен ей цена то есть неинтересно я их продаю в магазине по 350 уступаю 50 по 300 гривен продаю поэтому такие вещи можете прийти купить у меня в магазине можете купить их за 250 гривен на аукционе заплатить 70 гривен за доставку новой почты вот вот такие вот прекрасные девочки также купил сегодня вот такую вот плетеную фарфоровую тарелку посмотрел по проходам в интернете но у нее цена не очень дорогая называется сухарница для сухарей это кировский фаянсовый завод но выглядит она очень богато по богатому вот такие вот вещи я коллекционирую собираю это фарфоровая тарелка не знаю видно вам не видно она со свастикой это арбой 1 фашистская немецкая счет хайдер арбайт она вообще без сколов ну и походу пользовались видно что от вилки от ложки царапинки но это было очень давно на на остальное все время настояла вот такую машинку купил автоприбор детская швейная машинка она не очень дорогая ну вернее даже она дешевая с пластмассовым корпусом рабочая все посмотрим что из нее получится может отдам нашему дизайнеру пусть делает из нее какой-нибудь светильник вот такой вот фотоаппарат это фотоаппарат киев с объективом юпитер 8 м интересная вещь не дешевенькая если вам интересно я также выставлю на нее ссылочку а может сделаем кто-нибудь ретро посмотрим друзья купил две вот такие вот интересные вещицы вот это вот бронзовая или латунная бляха польская с польским гербом но я такого герба не видел то есть здесь добавлено ну посмотрите немножко он отличается от тех которые видел раньше и написано варшава но написано на русском варшава l . краник интересная вещь надо будет ее посмотреть пока не лазил и кокарда вот такая вот ну немножко на меня подлинность я ее сомневаюсь сзади вот такие два пептика и потертости тоже посмотрим что из этого получится друзья купил вот такую вот чернильницу или карандаш вот таким вот клеймом здесь просто крестик и остатки цифр какие-то этого не видно но у птички отломан хвостик то есть стоит она копейки но мне просто интересно если кто-то знает напишите в комментариях что это и кто ее производитель здесь вот я вижу этого эту птичку и рябина что это ну кто это производил и вот такую вот прикольную штукенцию купил но тоже за копейки это видать салфетница у нее здесь такая выемка вот продавать не буду пустой для красоты она вся целенькая такая хрупкая совсем тоненькая работа прикольный мне нравится вот такие часики продал часики позапрошлого века внутри с гравировкой мозор трещинка на стекле но они идут полностью друзья сегодня небольшой джек потик принесли вот такую вот скромную коробочку хирак что это подумайте ой про себя а это ребята объектив причем объективно зенит вот такая вот пушка просто нереальная советская экспортный вариант называется МС МТО 11СА у него кратность тысячу на сто я помню у нас на никоне стоит какой объектив восемьдесят триста семьдесят триста ну десять на тысячу я в жизни не встречал в общем человек говорит что он с пятиста метров своего сына снимал украдкой просто вещь вещь просто колоссальная причем царапин нет корпус потертый потому что естественно его было неудобно хранить а по линзе вообще просто просто я дочек я обязательно вам покажу во первых хочу попробовать снять свою семью своего ребенка на такой объектив и обязательно покажу вам за сколько он продаст здравствуйте на конец а не упаковка а 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 ребят поставил объектив на фотоаппарат просто показать какая-то пушка посмотрите как это все выглядело просто море удовольствие и нашел паспорт на этот фотоаппарат на этот объектив сейчас я положу так чтобы стекло не раздавить вот так выглядит самое интересное вот на него документ в восемьдесят девятом году он стоил 325 рублей вот такая красота получилась можно было бы его конечно сделать под зеркало но здесь была пайка поэтому он не будет так смотреться а так чайничек в коллекцию самое интересное что нарисовалась клеймо я это еще сейчас поду беру чуть-чуть ссср завод номер 124 нкап и какой-то слони вот такую штучку не пусть друзья купил вот такой вот фотоаппарат зенит е объектив гелиус 44-2 это самый такой удачно дорогой объектив который есть из краткоствольных гелиусов фотик стоит чуть-чуть дороже остальных потому что он олимпийского года рождения и сзади у него в коробочке еще лежит на него паспорт поэтому тоже покупочка удачная друзья серебряный крестик с сережками сзади написано спаси и сохрани плюс копилочка друзья купил вот такой вот набор советский 80-го года спичечных коробок все коробочки полные спичек балабановская фабрика паспорт доброе утро друзья хочу показать вам вчерашние покупки пришла женщина принесла вот такую вот пачку чтобы вы думали шприц советский с номером части вот войсковая часть такая-то шестьдесят девятый год открываю здесь паспорт внутри полный нульц даже не разворачивался я вам покажу ссылочку на эти лоты на виолите тут много таких шприцов есть такие которые приклеены то есть я даже открыть не могу то есть они не разворачивались никогда ну как бы это еще не все смотрю коробка вот такая вот большая я ее открываю здесь тоже все в бумаге а здесь тадам шприц от никулина маргунова я дальше даже не разворачивал здесь все в бумаге так что я вам покажу обзор за сколько вещи ушли друзья еще одна интересная покупочка вот такие вот часики боре карманные часы циферблат подуставший но в целом если это починить то часики со всеми клеймами сзади там есть интересная надпись я потом на нормальную камеру вам покажу на руки не обращайте внимания чистил самовары но это еще не все еще взял одни часики шикардосные они тоже не на ходу но весь корпус стрелочки винтажные не знаю видно вам не видно посмотрите тоже открываются завод не работает секундная стрелка выведены в один циферблат я думаю что достойная вещь покажу вам друзья если вам понравился такой формат видео ставьте лайк жмите колокольчик чтобы быть в курсе всех моих новинок спасибо вам большое до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч